В РПЦ предупредили россиян об опасности электронных паспортов. Вот как, видите, то есть рассказывают, сейчас еще они закусятся с медведем. Да не закусятся, потому что для РПЦ главное бабло и со властью жить спокойно. Поэтому всякие опасности электронных паспортов уходят на второй план. Ну там есть фанатики, которые будут бегать, что-то орать. А вот патриарх Кирилл раскритиковал гламурные потуги. Он заявил, да, у святителя Иоанна Златоуста находим слова со святостью, связано великолепие, потому что великолепие это и есть святость. То есть вот он рассказывает нам и дальше тут, что должен быть не гламур, а святость. То есть вот смотрим, смотрим, что такое святость, да, что такое гламур. Ну святость понятно. А что такое гламур, да? Вот этот крест у него там на голове опускающийся, это святость или гламур у этого Кирилла? А Пульман Мерседес за миллион долларов, это святость или гламур? Я прямо официально беру гламур, да, от английского слова. Буквально шарм, очарование, обаяние. Эстетический феномен, основанный на принципах гедонизма, да, и связанный с культурой массоопотреблений. Модой шоу-бизнесом для мировоззрения гламура, характерный акцент на роскошь и внешний блеск, да? Так разве мы видим вот Мерседес под жопой у этого, у Гундяева? Это гламур или святость? Он акцент на роскошь и внешний блеск или на аскезу такой, а? А яхта, которая у него? А дворцы, которые у него? И так далее, и так далее. Так что видите, вот святостью такой веет от Гундяева со всем его там хозяйством. Продаванием сигарет, да, безналоговых, алкоголя и прочая святость такая приютная. Так что на самом деле, вот, конечно, Кирилл это гламурный патриарх. Я думаю, вот сейчас мы это сказали, а вы такой хэштег запускайте. Гундяев гламурный патриарх. А может просто гламурный патриарх и все. И так будет понятно. Хэштег гламурный патриарх. Хочу не гламурный, конечно, гламурный. Гламурный патриарх Гундяев. Но не святой же. Я вот прочитал, но сейчас уж, наверное, время нет. Я прочитал тут пастерские наставления. Вопросы о лицемерии в церкви. Это как-то надо отдельно. Это просто охереть. Я, честно говоря, у меня волосы дыбом стали. Но я могу быстренько показать. Если вы подняли разговор о лицемерии, то есть если с попами, то хочу вам прямо сказать, что вы первый из них. То есть нельзя говорить о лицемерии, иначе вы будете сразу лицемером. И если вы когда-нибудь найдете совершенную церковь, то вы никогда к ней не присоединитесь, потому что вам не захочется, чтобы ваше лицемерие явно высветилось на фоне искренних и неподдельных людей. Это вот наставление. Совершенных людей нет. Когда Иисус пришел на землю, Он сказал, что здоровые нуждаются во враче, но больные. Церковь – это место для больных. Мы говорим о духовных вещах. Это точно. Больной гундяев гениталий, да, и все остальные такие же больные гениталии. И вот. Дальше не буду читать там. Ну, почитайте. Я говорю, погуглите, вы просто охренеете. Если вы считаете, что все христиане лицемерны, то посмеем напомнить вам, что, во-первых, это заблуждение и запрещенный метод ведения дискуссии. Зачем обобщать? Разве вы знакомы со всеми христианами в мире, чтобы делать такое утверждение? Просто жесть. То есть, такое, я не знаю, просто софизм, такое фарисейство жутчайшее просто. То есть, с точки зрения логики вообще нет ничего. Такой вот, для паствы такой малообразованной, глупой. Во-вторых, не нужно забывать, что среди лицемерных христиан все же встречаются и искренние. И отказываться присоединиться к центре вы делаете хуже только себе, потому что лишаете себя возможности познакомиться и подружиться с искренними, неподдельными людьми. Только в церкви можно с искренними, неподдельными подружиться и познакомиться. Представляете? И попы, лицемеры и так далее, это можно. Почему? Ну, потому что никто не совершенен. Вопросы. Всегда я задаю, почему попы грешнее меня? Вот ответят, пусть мне на него, и все, вопросов нет. Больше нет. Почему они грешнее меня? Я мирянин, я не поп. С чего вы взяли, что среди индусов, буддистов, кришнаитов, мусульман и представителей других религий нет лицемеров? Лицемерие – универсальные черта человеческого характера. И дальше погнали, что совершенных нет. И так далее, и так далее, и так далее. Жесть. Просто жесть. То есть, им говорят, у вас попы бухают, трахают мальчиков, там, воруют деньги. А они говорят, так нет совершенных. Тогда нахер они в попы-то пошли? Ну, нет совершенных. Ну, пусть бы они шли там какие-то барыги, я не знаю, в депутаты, в конце концов. Что им в попах-то делать? Мальчик, когда останется президентом, что решить с гундями? Ну, я думаю, паства решит его. Ну, он монах черный, как в схему, на хлеб и воду, мы говорили, в затвор, там, в такую щель оставить, в пещере в какой-то, пусть там сидит, отмаливает грехи свои. А если он не монах, да, если он скажет, что нет, хочу, тогда все, тогда в трибунал, голубчик, в трибунале уже со всеми путинскими. То есть, вот, выбор будет очень хороший. Или тебе схема, вот такая дырка там только, и все. И туда будут что-то совать, там, пожрать, выпить корочку хлеба, да, и стаканчик воды. Или с путинскими вместе, блядь, пойдешь под трибунал. А там уж не знаю, там может и колом это закончится, это уж трибунал решит. Так что, нужно просто, чтобы он сам определился и нам сказал, кто он, монах или мирянин. Ну, если он скажет, я был вместе с ними, я там офицер гбухи, там, туда-сюда, ну, значит, все, значит, пойдешь под трибунал. Я не знаю, какой приговор трибунал там определит. Если он скажет, я черный монах, все, нет вопросов, вот тебе пещера, там, куда-нибудь мы его закинем в эту пещеру, да, ну, и кто-то будет ему там хлеб, воду носить, чтобы он там с воздушными демонами в мыслях своих сражался. Субтитры сделал DimaTorzok